Да, вы совершенно правы, это Ромео Джульетта Шекспира, история, которая не нуждается в представлении, история, которая покорила весь мир. Ромео и Джульетта впервые были поставлены труппой слуги лорда Камергера. Постановка состоялась практически 500 лет назад в театре на окраине Лондона. С тех пор попросту невозможно сосчитать, сколько раз на разных мировых сценах оживали эти герои, сколько раз это произведение было экранизировано. Точно ясно одно, написанное практически половину тысячелетия назад, она до сих пор трогает сердца. И главное, герои Ромео и Джульетты оживут и у нас, а жизнь в них вдохнет режиссер-постановщик от Гуркови. С одной стороны, это одна из самых репертуарных пьес в мире, может быть, даже самая репертуарная. Ставят все и везде, и всегда. Но при этом, с другой стороны, в Абхазии она ставится впервые, на абхазском языке она ставится впервые. Тут надо отметить блестящий перевод Геннадия Аламия, потому что почти конгениальный тексту оригинала. Что-то свое, естественно, мы хотим сказать что-то свое и хотим сказать это средствами спектакля, передать это средствами спектакля. Мы пытаемся заложить помимо общеизвестного сюжета еще и некоторые вещи, которые в пьесе находятся, но почему-то, как нам кажется, их не замечали. Уже на репетиции становится понятно, что Сухум ждет громкая премьера. Актеры сосредоточены, музыка, свет, четкие команды режиссера. Кажется, что вся эта атмосфера погружает тебя в иной мир, главными проводниками в который становятся актеры спектакля. Естественно, я даже не просто не задумавшись сказала, да, хорошо, я сыграю Джульетту, потому что вдруг больше никогда не будет такого шанса. Даже не подумала о том, что это абхазский театр, хотя работаю я в русском и всю жизнь там прожила практически в другой стране. Но подумала, я думаю, что это не так трудно передать все эти эмоции, которые мы все прекрасно знаем по пьесе, пусть даже это другой язык. Поэтому я согласилась, даже практически не думая. Перевод мне очень понравился, хотя я не понимаю практически ничего, но это настолько красиво, что смыслово ничего не потерялось. То есть сама суть пьесы Шекспира, она осталась почти нетронутой. То есть все так же, просто язык другой. Все герои заговорят на абхазском языке. Повесть Шекспира на абхазский язык переводил народный поэт Абхазии, общественный и политический деятель Геннадий Аламия. Уникальность спектаклю придает и участие в нем актеров русского драматического театра. В спектакле участвуют даже дети с детской театральной студии при Абхазском драмтеатре. Они играют, можно сказать, одну из основных ролей в самой постановке. Также в этой постановке принимают участие актеры с Росдрама «Три человека». Много ролей с дублями, то есть два состава у нас. И это, в принципе, такая практика, которая используется всегда во всех театрах, во всем мире. Раньше такое было и в Абхазском драмтеатре тоже, но после войны особо не практиковалось. Сейчас мы возобновляем, чтобы дать возможность работать всем. Наверняка каждый из вас уже успел задаться вопросами, когда состоится премьера и когда можно будет покупать билеты. Билеты уже продаются. Было объявление на наших социальных страницах, на сайте театра можно купить билет онлайн. И, честно говоря, еще, наверное, не все знают, что билеты продаются, но уже билеты активно продаются. Поэтому мы приглашаем всех, у вас есть два прекрасных дня в августе, увидеть постановку «Ромео и Джилета» на абхазском языке. Уже совсем скоро на сцене Абхазского драматического театра живут герои самой печальной повести на свете. А главное, заговорят на абхазском языке. Сейд Барганжи, Алексей Баструков, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.